Наконец-то я доклеил практически всю плитку и у нас есть возможность установить розетки и затереть плитку. Сегодня я расскажу про установку розеток на кафель и попозже еще сниму отдельно по поводу разметки плитки, как обещал. Для того, чтобы установить розетки на кафель, нам нужно вырезать, соответственно, на самом кафеле отверстие. Это сделать достаточно сложно, если у вас нет определенного инструмента. Но вот я рассказывал, чем можно воспользоваться, не буду повторяться. Кафель вырезается так, чтобы вот коробка, которая будет устанавливаться на плитку, плотненько входила вот в эту прорезь. Чтобы края коробки цеплялись за край плитки. Вот эта часть коробки не должна выступать за плитку, практически не должна. Для того, чтобы потом состыковаться со второй коробкой. Это мы говорим про установку розеток из двух розеток. Блока розеток из двух штук. Чтобы просверлить гипрок, у меня вот такой вот замученный инструмент есть. Он уже весь тупой. Но гипрок достаточно, чтобы разрезать. Это вот наборная такая коронка для дерева, для гипрок. Очень много ей сделано, поэтому она имеет такой некрасивый вид. Но для того, чтобы просверлить гипрок, мне ее будет достаточно. Сами розетки я использую вот такой фирмы Эльджо Тренд, Швеция. У меня во всем доме поставлены такие розетки. Они классные. Они хорошего очень качества. Уже прослужили, наверное, в некоторых местах порядка 10 лет, если не больше. И показались с самой лучшей стороны. Но стоят они, конечно, сейчас очень дорого. Но розетки это очень важно брать качественные. Потому что, во-первых, вы будете постоянно их использовать, втыкать и вынимать вилку. И там, если розетка некачественная, все мы знаем эти советские розетки, которые разбалтываются. Вилка начинает болтаться в розетке. Начинается, соответственно, искрение. Там пружины разбалтываются. Искрение это опасность, это пожар, это страшное дело. Поэтому на электрике экономить нельзя. Кроме того, мы знаем какое-то мучение, когда вилку не вставить в розетку. Когда она или утыкается, или болтается, это плохо. Продолжаем. Размечаем и сверлим отверстия в гипроте. Размечаем, где мы будем сверлить отверстия. Стараемся поточнее, но стараемся делать хорошо. Плохо у нас само получится. Так, мы находим центр. Так, у меня там выведены хвосты электрических проводов. Проверяем, чтобы их не задеть. Когда сверлим, немножко как бы дрелью. Поворачиваем, чтобы ребра, ребра, пилки лучше врезались в гипрот. И эту перемычку мы удаляем. Вообще, когда вот ставится блок розеток, они должны быть вплотную. То есть эти отверстия, они в принципе должны быть ближе друг к другу, чем я разметил на глаз. Но я по этому поводу не переживаю, потому что у меня основа, основное крепление розетки, коробки, будет к кафелю, к плитке. Так, у коробки есть вот такие вот ушки. Когда мы заворачиваем эти саморезы, вот эта ушка двигается и зацепляется за край, в данном случае, плитки или гипрока. Учитывая, что у нас удобнее подхватываться сверху и снизу, то есть эти ушки будут расположены вот так вот. Так, примеряем с плиткой. Так, это помнит отсюда. Мне немножко на миллиметрик отличается. И имеют вот эту ширину от этой. Обязательно надо примерить, иначе мы потом начнем клеить, намажем клеем, а у нас не будут они вставать на места. И мы будем замазанные все клеем, извозюканные. Видите, у меня немножко лапка эта выдвинута и уже не пролезает. Сейчас я ее закручу и включусь по новой. Данные коробки, они из числа дешевеньких. Хорошие же коробки, дорогие. Они более плотные. И они крепятся друг к другу. То есть одна коробка крепится к другой, они собираются блоками, это очень удобно. Но я на коробках сэкономил, поэтому они у меня не скрепляются. Ну, нормально. Так, теперь нам надо завести провода туда внутрь. Приходится быть аккуратным, потому что плитка, вот эти вот рога тоненькие, могут отломаться. Когда они будут в клее, они будут нормально. Так, вот эти вот провода мной заведены уже, блин, много лет назад. Я даже не помню, что откуда. Вот, кстати, вот, ну, тут, в принципе, все понятно. Фаза ноль, земля. У меня везде так разводка сделана. Очень удобно вот эти вот клеммники. Сейчас покажу, расскажу про них подробно. Вот отдельно принес специально коробочку с этими клеммами. Клеммы монтажные с пастой. Раньше их выпускал фирму ВАГ. Не знаю, сейчас они тоже ВАГовские. Навигатор. Ну, неважно. В общем, вот такие клеммы. Бывают они разноцветные. Бывают серые, там, прозрачные. Бывают на 4 отверстия. На 2, на 6, на 8. В общем, при этом надо отметить, что вот эти клеммы это один контакт. То есть, 4 отверстия, но это не значит, что там на, скажем так, на фазу и 0, например. Это один контакт. То есть, внутри они все соединены пластинами. Там, сейчас нарисуем. Там внутри вот пластины вот находятся, вот металлические, вот под таким углом. И мы туда... И мы туда заправляем провод, вот оголенную часть его. И эти пластины его закусывают. При этом, если мы захотим, мы будем крутить вот так вот клеммник, держать провод, и провод оттуда вынется. Внутри вот этого клеммника находится смазка, которая не позволяет окисляться нашему проводу. То есть, при желании, мы можем соединить медь с алюминием. Хотя я считаю, алюминию не место в электропроводке, во внутренней электропроводке, в домах. Это однозначно. Чем хороши эти клеммы? Ну, во-первых, как я сказал, они разборные. Во-вторых, они безопасные. Очень быстро собираются, монтируются коробки. Я собрал весь дом на этих коробках, на этих клеммниках. И периодически, вот, например, надо мне кинуть какую-то новую розетку или выключатель. Я открываю коробку, в которой находится, как она монтажная коробка называется. Я не профессиональный электрик, но весь дом полностью сделан мной своими руками. Трехфазный ток у меня разведен. Где-то три фазы, где-то кинуто по одной фазе. Было у кого-то спросить советы, как это сделать. А потом, в общем, начинаешь, когда делаешь, ничего сложного. У меня там в доме стоят, наверное, порядка сотни только автоматов на каждом этаже. Автоматика. Практически все блоки розеток. Ну, там, например, этот блок розеток, да, и какой-то еще. Они на одном автомате. Если у меня где-то что-то вырубило, то не обесточился весь дом. Раскидно по фазам так, чтобы не было перекосов фаз. То есть у нас тогда трехфазный ток. Нельзя брать только с одной фазы, оставлять остальные две пустыми. Это будет перекашивать фазу и будет греться ноль. Как мне рассказывали профессионалы-электрики. Вот. Возвращаясь к этим клеммникам. Клеммники классные. Как я уже начал говорить, если мне нужно поставить дополнительную розетку, я открываю коробку, залазив в нее и беру оттуда спокойное питание. Фазу ноль, землю, без проблем. Беру и тащу к розетке. Никаких скруток. Скрутки это, скажем так, устаревшая сильно тема. Во-первых, при скрутке у вас может кабель, не кабель, а провод треснуть. Он может, не может, а со временем он будет окисляться. Учитывая, что у нас в электрическом проводе течет электрический ток, это приводит к всяким электролитическим, электрокаталитическим. Короче, химик из меня хреновый. Но смысл в том, что будет окисляться очень быстро. Ну, соответственно, медь с алюминием вообще нельзя скручивать, это понятно. Вот, здесь же у нас испытывали ребята на стенде, то есть он держит обалденные нагрузки. Сейчас посмотрю, сколько он, что нам обещает производитель. Так. 24 ампера. 24 ампера. Обещают, что он держит. Ребята испытывали, вот у меня знакомые электрики, профессионально занимаются данным вопросом, они испытывали на стенде, там давали безумные нагрузки, он не плавится, никак не не замыкает, ничего. Кстати, вот видите, тут есть вот виден металлическая пластинка, видно. Она сделана для чего? Для того, чтобы мы могли вставить туда отвертку, щуп, и посмотреть, есть ли напряжение, если у нас, предположим, фаза, да, то есть ли напряжение в данной точке цепи. Очень удобно, очень рекомендую. Многим своим знакомым порекомендовал, они после этого мне были очень благодарны. Вот делюсь этой информацией с вами, уверен, что она вам пригодится. Кроме того, клеммники хороши тем, что мы можем лезть в любой узел нашей электропроводки, абсолютно вот в любом месте, не бояться, что нас ударит ток. У меня все под напряжением здесь, я абсолютно спокоен. Никогда ни разу меня не ударило током, но это, конечно, временно. Вот. Я имею в виду вот от этих клеммников. И, во-первых, они получаются герметично защищены, даже если у вас где-то будет, не знаю, там, прорвет кран, там, или с крыши протечет, у вас зальет вот этот блок розеток водой, скорее всего, 90%, что у вас никаких замыканий не будет, как я говорю, потому что там внутри гель. Гель, который защищает от окисления и, в том числе, защищает от влаги. Так. Сейчас, на данном этапе, нам надо завести, завести вот эти хвосты. Так. Хвосты коротенькие. Будем запитываться сюда кусочками проводов и заводить их уже в коробку. Лучше всего использовать для домашней электропроводки вот такой провод, NUMовский, так называемый провод NUM. Вот здесь, в данном случае, три на полтора. Это вполне достаточно. Медный провод. Чем он хорош? Во-первых, с ним очень хорошо работать. Он легко, легко он оголяется. То есть, так, в данном случае, у нас будет перекидка из отдельных проводов. Поэтому просто обрежем кусок. Вот. То есть, если нам надо оголить хвостик, мы его надрезаем вот так вот немножечко и ломаем. Маловато надрезал. Тут надо аккуратно, конечно, чтобы не повредить сам провод. Вот он ломается так и снимается оплетка. Вот здесь вот слой негорючий, тушащий. То есть, вот эта вот прослоечка второй между основной оплеткой провода и оплеткой каждого провода отдельного вот такая вот прослоечка. Это тушащий слой. То есть, провод не горит. Там при горении выделяется газ, по-моему, если я не ошибаюсь, который тушит наш, не наш, тушит огонь. Я показал, как он оголяется, хвостик, а сейчас просто мы возьмем и сделаем перекидочки. Приблизительно на 12 миллиметров надо надрезать провод для того, чтобы он полностью вошел в зацепление этих зубчиков клеммника. решил я оголить с обеих сторон одну сторону заизолировать обычной изолентой. на пассатижах затуплены режущие кромки. так сейчас вы поймете для чего я это решил делать. Короче, чтобы мне было удобно просовывать сквозь коробку, чтобы не отключать автомат, потому что у меня сейчас на нем есть подключены электроприбора. Заизолируем один хвостик. Во вторую сторону соответственно воткнем клеммник. Вот так немножечко пошевеливаем. Хотя, зачем я взял, зачем-то замотал землю, да и землю можно было не заматывать. Так вот сфоткнули, подергали. Видите, мне немножко неудобно, я кусочек обрезал, я когда начинаю втыкать, у меня оплетка слезает, поэтому я так вот сгибаю его. Ноль тоже можно было не заматывать, но замотал уже. Вот. То есть, вот так вот мы дергаем туда-сюда очень крепко, седми, не вырвать рукой. Чтобы вынуть, надо вот так вот выкручивать, тянуть. Ну и соответственно фазу так, все, у нас есть наши выходы, которые позволят нам подвести электрический ток к розетке. Туда убираем эти лишние хвосты, мы их замуровываем там за стеной. Так. И начинаем вклеивать плитку. У меня, кстати, рисунок остался со вчерашнего видеоролика про головные фракции, где я рассказывал. так. Сейчас придется нам немножко поизгаляться, чтобы все это совместить в единое целое. Намазал так. маловато. Надо, чтобы клей был нормальный, иначе потом эти хвосты отвалятся, лопнуть могут не должны, но мы лучше перестрахуемся, пусть будет там побольше клея. В данном случае пусть она, если что, повылазит, немножко посвинячьим. Так, вот я пальцами сразу четыре точки плитки держу и чувствую, насколько у нас нужно придавливать плитку. честно говоря, надоело. У меня это уже плитка, на улице весна, хочется на улицу надо доделать, раз уж я начал. крестики, новенькие клинышки, где они. Ну и уравниваем плитку крестиками. уравниваем Уравниваем Мне этот крестик не нравится. так. 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 не идеальная плитка, не идеальный мастер. Я хоть плитки в своей жизни положил много, но последний раз это делал очень давно. Ничего не хуже, чем где-либо. На самом деле я хожу, смотрю, где плитка уложена. Очень редко где нормально уложена плитка и она очень плохо в основном затерта. Сейчас я доровняю ее, чтобы не тянуть тут время у вас. Выставлю, дам ей подсохнуть, чтобы она прихватилась, там часик постоит. И будем монтировать розетку. Быстро сказка сказывается, да. Дело очень медленно делается. С последней съемки прошла неделя. Ничего не успеваю, короче. Устанавливаем коробки. В этих коробках есть вот такие, ну вообще во всех коробках есть вот такие вставочки, которые можно выбить, выдавить там пассатижами и отверткой для того, чтобы через них пропустить провода. Пропускаем провода. Так, ничего не забыл. Вроде нет. Заводим их в коробку. Так, отставить. Не та коробка. Вот в этой коробке два отверстия пробиты. Мне же надо потом перекидку будет сделать соседнюю. Так. И вторую ставим. Так, чтобы можно было туда завести провода питанием. Они должны быть вплотную друг к другу, но без нахлёстов. Иначе потом не совпадет при установке самих розеток. Они нормально не станут, рамка не закроет нормальные. Ну там немножечко, конечно, можно. Там считанные миллиметры. Миллиметр. Обычно я затягиваю это шуруповертом. У меня на шуруповерте умер аккумулятор, причем второй. Коробки установлены. Вот такие вот есть усики. Это когда устанавливаются без вот таких пластиковых коробок. А когда установка идет, например, в бетон. То есть в бетоне, например, выдолблена такая коробка, то оставляются вот эти усики, цепляются. Ну как на старых советских розетках. Они нам не нужны, мы их снимаем. Здесь у нас зажимы. Вот чем хороши вот эти все импортные розетки. Мы сейчас начали наши делать уже. То, что здесь очень просто все в плане монтажа. Не надо никаких гаечек снимать, какие-то колечки из проволоки крутить, какие-то накидочки. Все просто зажимается в самом блоке. Огаляется провод и зажимается. Это у нас там стоит затирка. Силикон – это следующий этап. Соответственно, у нас центральный контакт – это земля. Затягивать надо хорошо. Попробовали, не вываливаются. Я всегда делаю левый контакт, всегда делаю фазу. У меня если взять в любой розетке, левый контакт – это фаза. Все нормально закреплено. Так, эти вот винтики мы выкрутим. Саморезики, точнее. Заводим хвосты через эту коробку в соседнюю. Все очень просто. На самом деле электрику по дому развести – не сильное и сложное занятие. Понимать главные принципы, иметь какие-то знания на уровне школы. И можно монтировать розетки все абсолютно без проблем. Стараюсь делать быстро, чтобы видео было покороче. Ну и, конечно, в квартирном вопросе быстро у меня не получится. Так. Теперь мы должны вот эти хвостики все завести в эту розетку. Так. Начнем с земли. Большой хвостик. Где-то порядка 8-10 мм нужно, чтобы оставалось, чтобы не торчала оголенная часть. Соответственно, ноль. Так, эта фаза у нас еще без питания. Так, что-то там маловато. Вот у нас хвостик оставлен. Вот так вот. Так. Этот хвостик фазы тоже немножко вытащим. Теперь аккуратно у нас тут под напряжением. Ну, в общем-то, как бы ничего страшного. Одна фаза 220 вольт вас не убьет. Ну, приятного мало, конечно, так, если тряханет. Так. Только не надо, пожалуйста, мне тут рассказывать про технику безопасности, как я нарушаю и так далее. Когда делаю три фазы, я обязательно это делаю на обесточенных розетках. Включил. Все работает. Все, соответственно, мы сейчас будем затирать. Давайте поставим пока временно закрывашки, чтобы туда пальчики не сувать. Хотя, зачем их тусывать? Итак, с электрикой мы на этом закончим. Расскажу, наверное, я еще вот именно в этом ролике про разметку. Разметку, про разметку плитки. Итак, разметка нашей стены или там пола перед наклейкой, наклейкой, нанесением нашего кафеля. Это очень важный вопрос. От этого будет зависеть вообще весь конечный вид вашей плитки. Что я могу сказать? Вот в данном случае мне просто тупо повезло. Раскладка плитки мне очень понравилась. Она практически была без подрезки. Немножечко там было подрезки, но совершенно чуть-чуть. И там даже я, скажем так, немножко лоханулся. Вот здесь вот рассчитал не очень точно. Тут пришлось миллиметр верхней плитки срезать. Я приподнял высоковато на ту речку, которая у меня толщиной была. Так как мы будем ставить сюда уголок, но это дальше. Вот. Надо было миллиметр на три пониже. Потому что плитка подрезана. Плитка вообще не должна касаться никакой мебели. Абсолютно не касаться. Потому что, чтобы не было давления. Вообще, там, дверной коробки, мебели, ничего плитка касаться не должна. То есть давление, чтобы того же шкафа не было на плитку. Иначе она просто начнет трескаться, лопаться, слетать. Потому что все равно со временем от нагрузочки может сесть там эти два миллиметра. И, ну, понятно. Вот. С плиткой мне повезло. Размерность ее удачно очень для меня. Так. Кстати, видите, это вот. Это у нас. Сейчас приближу. Рассада, про которую мы снимаем. Следующий ролик будет там, как жена их будет, ее будет рассаживать. Но это будет дальше. В данном случае не относится к предмету нашего обсуждения. Вот видите, вот так. У меня тут не достает практически, ну, чуть-чуть там, миллиметров 5-7. Вот. Это меня очень устраивает. Когда до откоса плитка не доходит, как она доходила до откоса, это было бы как-то, как знаете, в советских столовых. По откосу плитка, ну, некрасиво. Вот. Так же мне повезло, у меня сверху до низу она идет целиковая. Там у меня тоже она доходит практически до откоса, я так оставил. Видите, ну, повезло. Повезло просто. Ну, такое везение, но не часто. Как же нам сделать так, чтобы было красиво, плитка, чтобы смотрелось красиво, и как же сделать нам, чтобы это было красиво? Сейчас мы это обсудим, мы просто порисуем на листочке. Предположим, у вас, ну, возьмем там ванную комнату, да? Вот у нас стена. Стена ванной комнаты. Видно? Видно. На стене ванной комнате у нас, соответственно, ну, давайте не с этого. Короче, делаем так. У нас есть плитка, да? Мы меряем размер этой плитки, высоту, ширину, и начинаем рулеткой откладывать на стене вверх-вниз, а еще лучше расчертить прямо по стене, она же у вас подготовлена, выровнена, по ней удобно чертить правилом, вот лучше расчерчивать. Итак, мы берем плитку, меряем размер, меряем, меряем, да? И раз мы подходим, у нас остается сверху вот такая маленькая подрезочка. Когда такая подрезочка находится... Да, камеру видно. Пока подрезочка находится наверху, это некрасиво. То есть мы, соответственно, знаем, что подрезка у нас должна быть внизу. Вообще узенькая подрезка, вот такая маленькая, это очень плохо. Но внизу она будет не видна, да? То есть если мы сделаем снизу, у нас выйдет все красиво, да? Наверху будет целиковая плитка, на которой мы потом будем крепить потолок, да? Крепить или там, неважно, шпаклевать. Если у нас, например, вот так вот, опять же, та же комната, да? Если у нас идет, вот, меряем мы плитку по ширине, и у нас доходит, здесь остается тоже такая узенькая маленькая подрезка. Это некрасиво. То есть мы должны тогда распределить это расстояние, чтобы у нас с обеих, ну, предположим, подрезка шириной 1 треть, да? Мы должны померить и сделать тут подрезку, и тут подрезку. А тут внутри пойдут целиковые. Понятно, да? То есть нужно не начинать с одной стороны, с целиковой плитки, а тут закончить узкой подрезкой. Распределить эту подрезку на две стороны. Тогда это будет смотреться нормально. Далее, когда мы делаем в той же опять ванной комнате, где очень много различных приборов, там, водорозеток различных, мы должны стараться разметить водорозетки так, чтобы они находились по центру плитки. Предположим, вот так, две водорозетки посередине, да? Предположим, если кран у вас идет там со стены, вот он должен быть посередине. Как это делается? Хорошо, когда вы делаете сами, или у вас делает плиточник, он же одновременно сантехник и электрик. Ну, я, естественно, делаю все сам, мне проблем с этим нет. Потому что эти все работы должны быть взаимосвязаны. То есть, когда вам делают разводку воды по стенкам, например, да? Делают штробы, к примеру, и ставят водорозетки. Вот пришел у вас сантехник, делал штробы, ага, вот тут у вас приблизительно будут водорозетки, поставил их и замуровал. Если вы делаете это наемными силами, то вы ему скажите, этому вашему сантехнику, вот водорозетки здесь не надо замуровать, не надо муровать полностью у них. Вот этот вот кусочек, так, давайте нарисуем где-нибудь еще отдельно. Плитка, да? То есть, на эту плитку привели у вас переведены у вас, предположим, из металлопластика две трубы, и планируется поставить тут водорозетки. Так вот, эта вот часть, сантиметров 15 водорозетки, не муровать ее, не закреплять ее жестко. Потому что, когда придет вопрос, как выставить ее красиво на плитке, это будет проблема, если у вас вмурованы намертво вот эти вот водорозетки. Не очень хорошо я объясняю, но, я думаю, я думаю, должно быть понятно. Потом, когда вы будете размечать плитку, эти водорозетки можно будет подвинуть справа, влево, или обрезать, например, чуть-чуть приопустить их пониже, и вы сможете выставить их красиво. Потому что, если на плитке тот же кран висит, на стене его видно, и он висит как-то сбоку, с припеку, там часть на шов зашла, часть вот так, но это сразу смотрится порнографично. Вот эти вопросы надо учитывать обязательно. Наверное, больше ничего рассказывать не буду. Нюансов очень много. Ну, и слишком долго об этом рассказывать. Не думаю, что это будет особо интересно. Могу еще сказать единственное, что, что когда мы начинаем укладывать плитку, вот у нас опять стена, про которую мы говорим, это стена ванной, это пол, это потолок, мы начинаем укладку со второго ряда. Так вот, мы сначала укладываем всю плитку полностью на стенку. Нижний ряд мы не укладываем. Потом укладываем плитку на пол, а потом только уже вот это вот расстояние аккуратненько меряем между плиткой половой и вторым рядом, и туда вставляем плитку. И стыки, соответственно, все силиконим. Но про силикония стыков, углов, это мы сейчас, я рассказать не буду, это в следующем ролике расскажу, про затирание плитки. Там же и этот вопрос рассмотрим. Все, на этом закончим. Спасибо тем, кто досмотрел меня до конца за терпение. Встретимся в следующем.